йоу-йоу-йоу всем привет на связи руслан захаркин сегодня у нас будет интересный прямой эфир касаемо такого крипто проекта как виджес холдинг у меня здесь стройка заранее извиняюсь за как раз плохую связь жду максим эрнеса надеюсь сейчас подойдет надеюсь звук будет нормальный может быть в лес туда пойти не знаю да наверное сейчас в лес пойду не котрон так всем привет как звук пожалуйста поставьте плюсики слышно меня или нет уж я иду в лес там где я обычно снимаю ролики иначе блин слишком это стучать будет кстати обратить внимание какой прекрасный дом по реновации сейчас виджес заработаем и конечно же туда пойдем блин макс мэрнес по ходу дела начал свой эфир он не понял что это он ко мне должен был присоединиться а не я к нему забыл уже как мы договаривались не но он конечно молодец все спасибо большое спасибо что звук есть слышно хорошо хорошо супер просто у нас там приколюхи некоторые виджес холдинг смена лимитов и для старичков сейчас стало не очень хорошо особенно стал не очень хорошо тем кто решил про апгрейд пакеты буквально за сутки до смены лимитов установки новых лимитов во вот здесь вот уже неплохо обожаю этот лес просто обожает лес как дела ну слушай как дела только крипто и спасает потому что бизнес конечно просел я же в первую очередь занимаюсь обзорами на товар и услуги в интер корпоратива свадьбы и на все что угодно на что договоримся конечно же а дальше уже работаем так блин макс мэрнес ну где он черт побери где макс мэрнес мэрнес сейчас мы его ждем мэрнес а у ты где очень надеюсь что он сейчас ответит я еще подальше уйду туда короче может быть даже покажу вам одно пристанище бездомных а потом вы поймете что у многих у многих дела как бы еще не очень плохи как кажется это маленькие кулуары социалки ушел я вижу что-то в социалки ушел ребят очень извиняюсь за задержку муха прямо в рот летела макс мэрнес что-то тупит блин я же ему сказал заходить прямой эфир чем тупит то у меня норму дела ну слава богу нормой я надеюсь здесь есть те кто все-таки вид жест зашел потому что все-таки эфир больше на них будет направлен так где мэрнес мэрнес вот я вот такие вот не люблю задержки я извиняюсь мэрнес мать твою ты где а я снова иду в лес здесь очень опасно но зато не так слышно стройку смотрите какие тут кулуары о все нашел красота вот здесь вот мы и повещаем но мэрнес давай это уже эфир то выйти в прямой эфир с максимом тебя принять если я выйду отсюда то я к тебе не попаду понимаешь давай давай макс мэрнес давай давай люди ждут люди ждут он зашел первый кстати супер что 1 а я не первый видите я зашел в лес а кто-то зашел первый в проект а кто-то еще куда-то зашел или в кого-то вошли понимаете тут жизнь вообще штука непредсказуемая вообще непредсказуемо а я слышу музыку тут какая-то дискотека сейчас будет мэрнес мэрнес давай 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 все слава богу слава богу тебя тебя слышу очень хорошо надеюсь что ты меня тоже слышишь и аудитория слышит спасибо тебе большое что уделил время у нас разница с таиландом сейчас плюс четыре часа у нас час у максим эрнеса 5 уже 6 час пошел поэтому отвечая сразу на вопрос почему мы решили провести эфир в это время потому что макс уже спал в два часа ночи когда у нас 22.00 поэтому макс смотри значит представлю тебя максим эрнес криптоинвестор писатель вот и человек который тоже инвестировал как раз вид же с холдинг но оценивать свои инвестиции как печально положительный опыт короче говоря поэтому хотелось бы с тобой тоже пообщаться расскажи почему ты решил инвестировать как раз не непосредственно вид же с холдинг какие у тебя были ожидания и к чему ты пришел сейчас вот максимально подробно очень хотелось бы узнать потом мы этот эфир с твоего позволения выложим на youtube если ты не против да конечно вообще абсолютно без проблем и как раз наверное нужно осветить ситуацию да потому что есть такая точка зрения которую проглодирует нам да там формата что все хорошо но вот мы сегодня такое и независимое мнение тоже внесем почему потому что был просто нереальный движ какой-то то есть из каждого не знаю каждого колодца просто все мои там знакомые друзья писали что вот в gs холдинг заходи прямо сейчас на старте значит офигенная тема там все заработают тузимун и так далее в общем ну таком формате поддался макс ты поддался этому да да абсолютно и я такой думаю ну раз слушай ну раз все идут раз же все там и старые уже какие-то сетевики там и те кто крипто занимается и блогер и не блогер и вот руслан зашел все зашли я думаю ну если так то уж наверное интересный проект будет что-то я смотрю какое-то у тебя там место тоже интерес да да придется из москва сити переезжать короче вы понимаете придется переезжать из москва сити сразу не в москва сити куда-нибудь там да да макс ты расскажи насколько ты зашел первоначально и делал ли ты апгрейд пакета до изменения лимитов вот это сейчас всех интересует да конечно конечно я зашел первоначально на 1300 вот потом я чтобы у тебя открылась вот эта вот история чтобы ты мог сам людей ставить в бинар да 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 именно поэтому я зашел но при том она первые дни очень жестко тупила на самом деле настолько что я не знаю вот кстати павел привет потом значит после этого я решил еще проапгрейдиться ну потому что тогда еще особо до такого беды ничего не предвещало так скажем и я решил еще проапгрейдиться до 2 700 соответственно и уже за это был первый апгрейд а потом а это ты не один апгрейд сделал ты два их делал да это был получается первый я до 2 700 проапгрейдился снимаю шляпу да второй уже апгрейд он получается уже был за счет рефералов и я его то есть ну по сути всю свою ревку которая пришла я еще на пакет потратил на апгрейд ну вот что в общем тоже получился хороший опыт ну и по итогу то есть что по итогу значит команда присоединилась я еще просто еще не в первые дни прям зашел потому что первые два дня там было сложно зарегистрироваться то есть я только там на третий день уже начал так полно полноценно развивать проект по сути да и соответственно уже там сделал чат и сделал обучение для команды то есть там несколько видеороликов записал на ю тубе но ты даже с голденбергом общался у тебя же даже был эфир там с ним то есть реально топил как бы да ты верил в проект ну разумеется я предупреждал людей о рисках но ты блин был в большем энтузиазме чем я тебя сейчас вижу понимаешь ну конечно слушай во первых я вложил свои собственные деньги то есть я вложу сперва 1300 потом до двух 700 сделал апгрейд вот то есть и а потом уже я там писал потому что я уже в эту тему вписался и мне нужно было понять вообще кто за этой теме кто стоит за проектом чтобы люди которые приходят потому что мне задают вопросы то есть что это за проект почему такая движуха вот соответственно я уже начал искать выходы на как раз михаила вот писал там ему в инсте там везде в итоге потом получилось с ним связаться ну и такое значит облиться просто буквально на 10 минут там в общем сделал с ним как раз таки мы все смотрели макс и тебе огромная благодарность за этот эфир но видишь как слова немножко с делом начали расходиться да да то есть изначально мы приходили по одним условиям сейчас соответственно уже все поменялось и как бы ну что тут говорить я думаю что вы все это видите ну да это конечно жестко было кстати маленькая ремарка мне тут один человек пишет какой у тебя красивый собеседник дашь номерок но я думаю дам твой телеграм видишь хоть какая-то польза слушай макс а когда ты понял что проект превращается но в некое подобие шляпы вот как когда ты понял вот эти вот тревожные звоночки что что-то не так ты сразу понял или уже после как бы до лимитов или до лимита когда ты понял первые дни это было сложно понять потому что был макс первая неделя мы все были в эйфории прости перебью все были вот именно первые звоночки когда ты понял блин что-то не так вот именно вот это ощущение когда у тебя появилась у меня за 12 часов до введения лимитов да да потому что было люди начали уже ставить заявки на продажу они не были вот я уже тогда подумал что что-то странно потом когда уже ввели вот еще новые лимиты я уже действительно призадумался что как бы здесь вообще будет дальше потому что ну на старте на самом когда вот люди только зашли то есть люди только вот начали изучать проект там грубо говоря только рассказывать я только начал работу по сути вот приглашать людей да то есть там кита видео обзоры делать и вот и уже вот произошла эта ситуация ничего говорит негатив не отправляем негатив не отправляем да 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 было боли мне о чем мы сейчас рассказываем про свою ситуацию как мы заходили кстати макс рассказал я еще не рассказал всем всегда в своих видео говорю инвестируйте только ту сумму которую вы в случае чего не боитесь потерять вот эти все хайпы которые обещают там x10 x50 x100 x миллион ну вы сами понимаете это хайп у них есть срок жизни никогда не инвестируйте ни кредитные не заемные средства не последние средства если будет выбор купить лапшу роллтон или доширак кстати это не реклама это чисто респект или инвестируйте сжес холдинг да конечно же нужно покупать лапшу и кушать ее и удовлетворять свои самые физиологические потребности но когда люди берут кредиты продают машины там дома продают становится бомжами а потом живут в каких-то беседках блин но это конечно жестко просто жестко зачем так делать и вы всегда должны осознавать риск то есть инвестиции это высокорисковая деятельность направлена на получение прибыли но почему-то здесь все видят только прибыль но здесь есть и риски макс предупреждает у себя на канале крипто босс кстати подписывайтесь хороший канал я на своем канале предупреждаю захаркин крипто тоже говорю правду то что ребят здесь можно как выиграть так и проиграть лично я инвестировал сейчас скажу сколько 250 баксов чтобы у меня как раз открылась вот этот партнер слева партнер справа чтобы я бинар получил так прикол знаешь в чем бинар я так и не получил потому что мне переливом в правую ногу кто-то попался я с техподдержкой бодаюсь уже очень давно очень долго но все равно безрезультатно просто безрезультатно мне я понятия не имею кто это за человек я попросил его убрать поставить других людей которые меня от 250 чтобы я получил бинар и смотри если бы я получил бинар там конечно маленькие деньги не знаю сколько может быть 100 200 там долларов у меня не такая большая структура но все же я бы хотя бы эти деньги смог отдать потом тем людям которые реально в натуре нуждаются сейчас кто кредит взял из моей команды я бы хотя бы бинаром расплатился просто чисто от себя я не обязан этого делать конечно но все же а я не могу сделать бинар поэтому здесь большая проблема и я рискнул теми деньгами которые как бы я решил инвестировать безусловно мне партнерка прилетела я пакет именно партнеркой отбил я все вывел прибыль ну давай по-честному все-таки она выводится на вот этот вот перфект мани потому что я вывел менее 1000 долларов но вывел но по поводу токи вот буквально ночью сегодня ночью ты наверное уже спал потому что у тебя там другое время или только проснулся 80 человек у нас смотрит но у тебя кстати что-то виснет сильно посмотри там не ходи туда-сюда а то начинаешь а я сижу вообще я сижу видишь я присел специально а ты сидишь еще ладно сейчас я отойду еще хорошо хоть на лавочке на лавочке сидишь а то может скоро уже хорошо что я сейчас провалился в такую фигню смотрите вообще же контент прям в эфире контент блин я все испортил офигеть да я в какую-то глину или в говно наступил вот тебе и vgs помнишь блин вот она охренеть смотри надо звонить по-любому в москве проблемы да 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 слушайте нет худа без добра и добра без худа да согласен сейчас придется на речку идти отмывать причем в прямом смысле этого слова пойду на речку и буду стираться но после эфира вот и поэтому что хотел сказать-то у меня вот партнерка отбилась конечно но токены еще не продались и в команде но определенное количество человек минимальное действительно ордера были немножко удовлетворены но по сути блин это жесть это реально жесть никто не может ни купить ни продать и макс наверно к самому главному надо переходить новые лимиты потому что нам четко дали понять не будет новых партнеров не будет выплат но я во всяком случае понял это именно так и еще что там они сказали приоритет будет новым партнером а нам старичкам ничего ну жесть просто да просто жесть не ну ты вот ты видишь вот это 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 шок контент реально ребят кто не понял о чем разговор я попал сейчас в глину и эта проблема но на самом деле мы разговариваем сейчас про вид же с холдинг это значит инвестиционный проблема чуть меньше чем в gs холдинг это проблема чуть меньше да и мы сейчас пытаемся понять что происходит и как здесь поднять как бы да как здесь отбить хотя бы те минимальные средства инвестиции которые мы как бы инвестировали вот у кого там кто-то в глину провалился кто-то деньги потерял вот но пока что я не могу сказать что мы деньги потеряли потому что ведь ну проект как бы формально он же работает но сроки когда мы там что-то получим это конечно большой вопрос макс как ты считаешь какой у нас будет примерный срок окупаемости проекта когда все-таки ордера для старичков будут исполняться потому что приоритета то нам нет как ты считаешь но я думаю что судя по лимитам один год примерно срок окупаемости для старичков так вот такие посчитать так что срок окупаемости один год да да что вывести старичков кто это старички это те кто подожди в зависимости от пакета в зависимости от пакета срок в зависимости от пакета сколько потерял ну смотри получается я общую сумму инвестиций там 6 500 да если это еще один аккаунт да и 2 мне аккаунтом тоже был и вывел всего лишь там 2000 долларов грубо говоря окей хорошо ты честно сказал я тоже скажу инвестиция 250 заработал чисто на партнерке 930 запятая 50 вывел с учетом комиссии 911 с копейками вот чисто за партнерку если считать так именно за линейный маркетинг то я значит отбил свой пакет если считать по проданным токеном bgx я их поставил короче за девять значит почти пять токенов я поставил по цене 325 долларов ни хрена еще не отбил то есть за токены ничего но я не сжигал чтобы знаешь типа быстрее там лимит вот это увеличить я короче не нажимал туда вот как бы такая вот история и сейчас макс собственно тем прямого эфира значит мы обсудили как мы сюда пришли к чему это привело что нам делать какой посыл для руководства мы все таки должны какой-то дать то есть уважаемые коллеги уважаемые друзья уважаемые партнеры скорее всего здесь собрались одни партнеры причем те которые действительно обеспокоены своими инвестициями ну во первых конечно же нужно понимать что это хайп во вторых если у вас есть конструктивные предложения скорее всего мы сможем их михаилу голденбергу озвучить и лидерскому совету как бы да но у нас есть определенные там лидеры которые вещают они на короткой ноге как бы да с руководством но как они в своем вчерашнем зуме рассказывали они тоже как бы попали вот кто там на денег то еще что-то хотели там скинуться своими бинарными бонусами хотели там часть своей прибыли дать но это только хотели понимаешь макс да хотели а скинулись или нет это я не знаю просто какие твои предложения может быть будут как можно продлить жизнь проекту чтобы хотя бы люди отбили то что инвестировали речь уже простой иксов не идет вот давай уж так поговорим по чесноку как ты считаешь что мы можем сделать мы с тобой люди ну по поводу администрации проекта то есть опять же маркетинга никакого по сути сейчас нету то есть там на все нет есть зазывала зазывала макс зазывала новых давай называть вещи своими именами это что говорят по лидере вы пригласили людей еще приглашаете будет что-то зарабатывает это что за маркетинг такое это как бы ну это знаешь сложно назвать это маркетингом это я тебе объясню смотри почему такая история макс смотри история простая почему для новичков сейчас будет приоритет чтобы новички когда пришли они поняли что здесь проект в натуре платит и чтобы новички приглашали новых новичков вот такая вот история сетевая понимаете у меня с 1 кто-то пишет с 9 числа не сработал ордер а у меня с 11 числа 11 июня 9 утра 9 30 примерно у меня тоже ордер не сработал ничего как бы продать еще не могу статус исполняется думаю у тебя макс мэрность то же самое как бы да вот потому что почему а вот с тобой решил прямой эфир провести пошты в данном проекте блогер независимый уже как бы высказал свою позицию ну как бы у себя на канале до крипто босс макс мэрность и там ну как бы другой немножко проект говорил да но в целом ты в принципе правильно сказал да мы негативить не хотим и долго думали еще делать прямой эфир не делать там делать разоблачение или нет и я не стал делать как бы разоблачение потому что я понимаю что негативный фон здесь он и так на таком высоком уровне что просто мама не горюй если и мы еще будем что-то тут мутить то это будет просто жесть просто же я конечно же законструктив и я думаю как вырвали ситуацию я думаю как может быть даже тому же самому голденбергу помочь но вопрос другом нужна ли ему помощь по моему это к нам помощь нужна и что нас спасет как бы макс новые инвестора или пересмотр вот этих вот маркетинг планов лимитов и выстирание денег не пойми откуда куда бабки что я понять не могу что еще самое печальное во всей этой ситуации что то есть мы получается люди которых пригласили да по сути какие-то блогеры сейчас отбываемся негативом за неграмотную значит работу проекта за неграмотный маркетинг за вот эту всю историю это самое печальное потому что люди не понимают ничего они думают что там человек если там какое-то видео записал про проекту он какое-то имеет отношение к проекту проекта да да и то есть и мне вот на полном серьезе люди пишут чтобы я там возвращал кому-то какие-то деньги которые там они даже не по моей ссылке регистрируются вообще нигде но ты снимал видео и ты виноват ты не понял ты виноват в любом случае чтобы ты сейчас не болтал ты виноват люди ищут виноватых людей начинают выплескивать негатив соответственно почти а я сам в этом проекте не вышел плюс то есть и как бы что этим вообще людям сказать да то есть и вы выглядит это все так что лидеров по сути которые продвигали этот проект которые по сути выставляли лицо да свое на вот это вот их просто выставили последними людьми на которых подраздать негатив подраздать на да но не конкретно нас с тобой не конкретно нас с тобой а но есть как бы лидеры выше нас да у кого там структура офигеть какие там оборотки 200 300 тысяч долларов помнишь там когда на сайте появилась статистика типа вот кто-то там крутой кто-то не крутой слава богу статистику убрали людей злить зачем на хрена злить людей вообще у меня зачем было 191 сначала 190 потом 71 но мне это как-то вообще пофигу мне пофигу на место мне там чтобы люди получили да да самое глупое то что я тоже не был в этой статистике там нигде да то есть топе да причем там были какие-то вообще непонятные люди которых я даже не знаю который никак своим лицом очень фигурировали а я по сути вот засветился со своими видосами на канале там несколько видео про этот vgs холдер поэтому ты засветился мама не гаю я тебе хочу сказать да да то есть и поэтому как раз нужно как-то нанимай охрану макс тебя найдут и в потонке где ты находишься нанимай охрану да поэтому ну то к сожалению что и что тут людям выплачивать да даже мой минусом какой-то потому что я нечего нечего пачка смотри ты не несешь ответственности ты в своих видео как и я ну как я надеюсь многие лидеры предупреждали это риск никакого призыва к действию или к бездействию нет люди сами инвестировали вопрос другом как мы сейчас можем помочь людям что сейчас можно предложить тому же самому михаилу голденбергу потому что блин лимиты надо повышать для старичков для всех кто допустим зашел в проект до этих лимитов когда они там были седьмого восьмого или девятого числа когда лимит поставили я даже не помню первую неделю вроде нормально было потом лимита кстати да кстати вот пишут каждое видео ты писал и каждый пост что заработал да абсолютно верно я заработал это ты писал ты писал обманщик обманщик ты реально обманщик ребята охрана просто это еще было до того как ввели лимиты как вот эту возможность вообще вывода закрыли по сути продажи то есть я заработал в личном кабинете но я это вывести ничего не могу на реальную крипту вот как вот этот момент то есть отличный в личном кабинете там действительно цифры есть да это ничего не знаю я понял не надо ты не заработал это все фигня все запомните раз и навсегда в любом проекте в каком бы вы ни находились если у вас есть какие-то цифры в личном кабинете это все херня полная это не ваша прибыль. Ваша прибыль, это когда вы на карту ВТБ, на карту Сбера, на карту Тинькова. Это не реклама, это чисто респект. Прикольные банки. Когда вы туда выведете, или на свои эфириумы или биткоин-кошельки, или, например, на Perfect Money, но даже не туда, лучше на свои личные кошельки, Сбирж, там, откуда бы угодно, да, где бы вы не находились, самое главное, чтобы деньги были на ваших счетах. Макс, криптобосс, не заработал бы свой миллион и не купил бы себе там недвижимость в Таиланде, где он отсиживается от правосудия, кстати. Я шучу, конечно же, это шутка, это шутка, Макс. Все нормально. Макс, за тобой уже выехали, тебе уже ничего не поможет. Я к тому, что Макс всегда тоже фиксирует прибыль. И Максим Эрнес, и я говорил, и многие лидеры вам всем говорили, максимально фиксировать прибыль еще до лимитов. Допустим, по партнерке прилетел доллар, пофигу на комиссию в 2%, 98 центов надо было выводить всегда. В любых проектах главное отбиваем тело депозита, а потом уже играемся так, как вам удобно, так, как вы хотите, например. Вот. И, блин, конечно же, да, ты какие-то скрины показывал, и многие лидеры их показывают. Я, например, не показывал. Я просто показал, как вывести. Кстати, я еще видео это не заснял, потому что, блин, ордера до сих пор у меня на вывод. Я хотел, смотри, как сделать. Показать, что вывод с бонуса работает, и работают продажи токена. Ну как я могу показать продажи токена, если я не продал еще? Поэтому видео у меня до сих пор еще как бы на холоде. Оно у меня в Мувове. Проект есть, но я не могу его показать, потому что пока что стыдновато, понимаешь? Либо видео называть вывод бонуса партнерки, либо показывать «Ура, токены продались». Ну, блин, ну это жесть, конечно. Я не знаю, что делать в данном случае. Вот. И какую-то вот, наверное, резолюцию нам надо, да, подвести. Что мы будем доносить, как бы, да, до Голденберга? Какие позиции? Ребят, девчат, если у вас есть вопросы, может быть, какие-то предложения, давайте их сейчас зафиксируем и выйдем уже непосредственно на руководство компании, потому что по-другому, ну, как бы, я не знаю, что нам делать, как бы. Так, от лидеров было очень много адекватных предложений по решению проблемы, но компания делает, как ему выгодно. Конечно же, компания будет делать, в первую очередь, как выгодно ей, а потом уже, как выгодно нам. Потому что это, типа, механизм, это махина, и она всегда будет рожать мальчика или девочку. Вот, кто нужен, того и родит, как бы. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Но, блин, я считаю, что сейчас надо бороться со своей мини-права. Мы же здесь все-таки инвестора. И проблема еще в том, что, вот, например, сейчас ведь черное движение есть, допустим, в США, там, в Европе, да. У нас должно быть движение инвесторов. Мы, короче, идем к дому Голденберга и кричим, выполняй, выполняй, продавай ордера, продавай. Вот как можно сделать, понимаете? Говорят, это, конечно, может быть... Петицию против ВДЖС. Петицию? Закрыть ВДЖС на территории российской финансы? Нет, ребят, смотрите, а теперь серьезно. Если мы, каждый из нас будет негативить, каждый из нас будет какие-то обзоры снимать явно в негативном свете на ВДЖС, да, и делать негативную повестку дня, то тогда у нас будет следующая проблема. Во-первых, не будет новых людей, компания вообще будет не очень перспективна, хотя они там пишут, что, типа, блин, две недели и о нас узнало все СНГ, два месяца и о нас узнает весь мир. Но если не будет выплат, узнает, да, как про скам-компанию. Ну, хотелось бы, чтобы она была крутой компанией, а не скам-компанией. И поэтому, Макс Мернес, как считаешь, они могут поднять лимиты? Что нужно нам для этого сделать? Попросить на колени встать или вообще потребовать в жесткой форме прям ультиматум? Или что? Или там, ну как? Ну, просто люди уже, знаешь, они чуть ли не в Интерпол хотят обращаться. Ты-то, понятно, уже как бы за тобой выехали. Я, слава богу, нет. Ну, что делать-то? Ну, ты видишь, уже наступила мину там, как бы уже тоже. Да ты смотри, она уже у меня запеклась, запеклась. Вообще прямой эфир, вот чем приятен прямой эфир, Макс, я не могу это вырезать. Люди это увидят. Я уже наступил, да, хер пойми что, в глине. Ну ладно, главное вырулить, видишь, как бы мы все тут наступили, хер пойми что, по сути, сейчас. Мы все наступили, абсолютно все. И ребята сейчас на взводе. Я же читаю вот чаты, да, коллеги, осталась ли в работе возможность вывода двойного лимита за счет сжигания игровых токенов? Как работает? Есть ли инструкция или видик, как делать? По-моему, есть. Кто-то снимал. Не, а мы просто, когда создаем заявку на вывод, я, кстати, не знаю, сейчас доступна она в личном кабинете, помнишь, Макс? Ее то оставляли, то нет. Типа, сейчас вы не можете продать. У меня сейчас она не работает. Но до эфира она у меня не работала. Вот, я захожу, нажимаю продать. Подождите, подождите. Я нажимаю продать, выбираю по своему лимиту максимально, продаю. Дальше я еще раз захожу, продать сверх лимиты. И тогда уже за каждый как бы токен, там типа коэффициент, или нужно уже оплачивать вот этими VGS, VGS, да, стабильными токенами. Их у меня всего лишь по моему пакету 150. Вот, но когда они закончатся, не получу ни дивидендов от компании, не смогу играть. Но ведь, понимаете, фишка еще в том, что я и так-то ничего получить не могу. И многие не могут получить. Вот и вся проблема. Значит, и еще, ведь компания анонсировала, там, переводы на китайский язык, западных и восточных сетевиков. Но нужно сейчас разобраться хотя бы с нашим рынком СНГ. А то у нас ни западных, ни восточных, и СНГ даже не останется. Вот в чем дело. И кто-то здесь правильный комментарий написал. «Будем делать негативный фонд компании, еще больше себя зароем в яму». Макс, ну, я думаю, это правильно написали. Реально люди правильно написали. Ну, по поводу вот этого Китая, вот этого всего. Ну, вы же понимаете, что, получается, Китай, который зайдет, да, якобы, он будет окупать долги, которые уже накопились в компании. Поэтому тут нужно понимать, будут ли заходить, какие лидеры, где вообще эти люди, кто будет приглашать Китая, я не знаю. Те, которые сейчас зашли, или кто-то новый придет. Для начала, кто владеет китайским? Я, конечно же, за. Вот в каких проектах я бы не находился, может быть, Макс, ты слышал, знаешь мою позицию. Я всегда говорю, если вы знаете какой-то язык отличный от русского, обещайте еще на Ютубе, в том числе на этом языке, тогда, возможно, привлечете новых партнеров. Здесь то же самое. Но я что-то, кроме презентации, старой, кстати, презентации, старой, по как раз, ну, по старым лимитам, по английскому, на английском точнее, но ее как-то стыдно кидать, она же уже не соответствует действительности, правильно? Вот. Поэтому новый лимит это не перевели на английский, во всяком случае, я не видел, поэтому смысла ее кидать своим западным партнерам я не вижу. Это будет заведомо обман. Вот и все. Не, хайп хороший, смотрите, идея крутая, мы все поверили, как бы, да, глаза были горячие первую неделю, а может быть, первые пять дней, а потом появилась суровая действительность. Я не знаю, как они там просчитали, кто там маркетолог, кто вот это вот все придумал, но мы с вами немножко просчитались. Слава богу, что кто-то все-таки решил не всю котлету инвестировать, все, что у него было, но были и такие люди, которые в натуре инвестировали последние деньги, и сейчас они даже пакет отбить не могут. Поэтому, Макс, перед нами, как все-таки наставниками, как перед теми людьми, кто снимал обзоры, да, на эту контору, на VGS Holding, нам желательно довести наших людей до победы, а победа это хотя бы отпить свой депозит, поэтому, безусловно, давай сегодня еще напишем в личку Миши Голденбергу, как бы всем лидерам, чтобы они еще раз там собрались, еще зумы делали. Только вот такая вот командная работа вполне возможно приведет к какому-то результату. Если у тебя есть идея, если, коллеги, у вас тоже есть идея, Илья Дашкевич, привет, создатель криптовалюты YODX у нас здесь, отлично, привет, привет, как раз про тебя тоже поговорим, и до тебя доберемся. Да, 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 тут еще проблема вот в чем. Проблема в том, что, по сути, мы, да, то есть у нас там структуры небольшие, у меня в VGS там 250 человек всего лишь, ну, то есть, и это еще не активирует, то есть это которые все полностью. А у меня около 200, но они все купили пакеты, конечно, там мизер у меня. Все топы, понимаешь, они там у людей, они им поверили, не нам. Вот и все, поэтому как бы туда. то есть сейчас получается, что вот у нас, да, там очень небольшая структура, по сути, да, и у нас, то есть, очень небольшое владение информацией, и получается, что мы как бы выступаем какими-то проводниками, и если бы нам давали информацию в полном формате, что происходит, если бы там давали какие-то выплаты или еще что-то, то есть было бы понятно, куда мы движемся, опять же, то есть они говорят, вот кто-то говорит, типа не разводите негатив, вот, то есть, но при этом, то есть мы не разводим негатив, но мы объективно оцениваем ситуацию, то что нам нужно же к чему-то людей призывать, да, то есть надо же, чтобы они видели будущее. Но если мы этого будущего не видим, не понимаем, что происходит, то как мы можем транслировать дальше, как бы, вот, видите, что… Фишка в том, что если мы перестанем транслировать, люди перестанут вообще верить, как бы, в проект, понимаешь, и перестанут вообще чего-то уже ожидать. Кто-то смирился, сказали, что опыт, Но их меньшинство. Большинство, конечно же, негативит и в сторону проекта, и в сторону Голденберга. Вот тут интересный вопрос был. Так, сейчас. Артем Мов. Победа – это отбить свой депозит? Что там, Захаркин? Что там, ты совсем, что ли, с ума сошел от безденежья? Ну, не знаю, я-то свое отбил. Не знаю, как ты, я-то свое отбил. Но фишка в том, что мои люди не отбили еще. Те, кто решил в моей команде двигаться. И многие, кто в команде Мернеса, тоже не отбили. Сейчас самое главное – минимум отбить свой депозит. И это уже будет круто в сложившейся ситуации. Не тогда, когда до лимитов мы все хотели, там, токен к концу месяца будет 5 тысяч стоить, и Кент офигеет. Первый Кент, да, и АССФСЯ, криптоакселератор, все офигеет. Сейчас у нас история немножко другая, да. Сейчас мы должны хотя бы минимум отбить. А минимум – это то, что инвестировали. А максимум сделать, может быть, даже не Иксину, хоть что-то, чтобы мы, как бы, ну, ни с негативом, ни с минусом отсюда ушли. Как заработать денег? Подскажите. Да, это уже потом подскажем, потом. Но, разумеется, еще о рисках вас предупредим. Есть ряд проектов, которые мы озвучим чуть позже. А сейчас надо, как бы, разобраться непосредственно с VGS Холдингом. Ребят, девчат, все, кто сейчас в чате, пожалуйста, напишите ваше мнение. Виноват ли Голденберг в сложившейся ситуации или нет? Ваше мнение желательно аргументированное. Просто виноват – это ни о чем. А виноват потому, что, и вы аргументируете. Тогда окей. Давай сейчас посмотрим, что люди напишут. Ваше отношение к Голденбергу. Виновен ли он в том, что сейчас произошло? Или нет? Или это стечение обстоятельств? Или это мы мало инвестировали? Или это проделки Кремля? Может быть, это король Таиланда запрещает? Как попасть в вашу команду? В вашу команду – это в какую команду? VGS? Макса Мернеса? Или мою? Уточните, пожалуйста. А фиг его знает, кто виноват или нет? Правильно, правильно. Виноваты здесь все. Но, в первую очередь, конечно же, руководство компании. Безусловно. Они просчитались. И Мернес просчитался. Что поверил. Так же, как и вы. Конечно, конечно. А никто ответственность с себя не убирает. Ни в коем случае. Мы все виноваты. Я тоже вижу свою ответственность. Я же тоже захожу. Слава Богу, что я никого не звал. Мы никому проекты не рекомендуем. Мы только информируем. А принимать решение или нет, заходить или нет, инвестировать или нет – это важный момент. Всегда только за человеком. Как и решение, сколько инвестировать. Последнее или не последнее. Кредитное или свободное. Всегда решает только человек. Уж простите, но это правильно. Нечестно. В каком плане? Прошу прощения. Ежова-18. Нечестная компания поступила. Это нечестно. Виноват, так как впустил почти всех на старте. Эх, если бы всех на старте. Кстати, а кто заходил, Макс, на старте? Кто заходил? Вот эти 200 топ-лигеров. Я вообще не знаю, как можно было зайти на старте. Как можно было зайти, если там ничего не работало вообще. Я вот пытаюсь сейчас понять. Я пытаюсь понять, кто зашел на старте. Вот эти 200 человек или топ-5, или топ-200. Я лично ночью 30 мая, вот когда всем открыли вывод, когда сайт, виз, я покупал. И, блин, это было жестко. Я купил не за 0,2, не за доллар, не за 3, а за 4,5. То есть мне начислилось на вот эти вот, на пропорции, на 100 долларов, 22 токена и 8 десятых, короче, вот так вот. 22,8. Вот у меня столько было VGS токенов. Сейчас на балансе 17 с чем-то, потому что ордер еще висит, я почти 5 решил продать. Вот, это лично моя история. Я не зашел по самым выгодным условиям ни хрена. Я долго не мог зарегистрироваться. В этом-то и проблема получается. И не знаешь, что делать, блин. Поэтому кто виноват? Все виноваты. Вот пишет Максим Мернис, как попасть в твою команду. Ну, YouTube-канал Криптобосс, заходи там. Вообще все последние видео там, куда что заходить. Но пока что, в следующий момент, вы хотите Голденберг козлом отпущения сделать? Нет, нет, вы не поняли, вы не поняли. Мы не делаем никого козлом отпущения. Это нас сделали козлами отпущения. Тех, кто когда-либо снимал видео. Вот в чем делать. Но за 1,6 это еще круто вы взяли. Вот. Вопрос в другом. Виноват ли в том, что произошло? Компания виновата? Голденберг несет ответственность за то, что произошло? Или нет? Сейчас речь об этом. И не я это говорю, а я у вас спрашиваю. Есть ли у вас аргументированное мнение? Хотелось бы его услышать, узнать. Я по 40 брал, апы дороже будут. Офигеть, кто-то по 40 брал. Нет, я убеждаюсь, что во все хайп-проекты, если вы в дальнейшем куда-то будете заходить, то заходить нужно только на старте. Только на старте. Так, это вообще возможно к тебе в команду попасть? Слушай, Макс, у тебя появился поклонник, к тебе реально люди хотят, к тебе люди тянутся. Твой путь в миллион долларов, книгу, видимо, читали. Или мою книгу, криптовалюта призм, заработай сегодня. Или мою книгу, я апостол красоты, как взорвать инстаграм бьюти сфере. И не только, это не реклама, это респект, литература это хорошо, самообразование и хорошо. Вам инсадик, еще пару месяцев, и вас всех побреют. Лимит владельцами еще не достигнут. Приглашайте лохов, пацаны. Вот так вот. Не знаю, это уместо так, подожди. Как раз вот приглашать-то и никого не хочется на такие новые условия. Если кто-то зайдет, блин, ну, конечно же, выборы каждого, как бы. Но сейчас вот у меня вот такое душевное состояние, что, не знаю, я, например, уже видео, как бы, про VGS не снимаю. Единственное, если я что сниму, так это покажу, токены продались у меня или нет, и как это сделать. Потому что многие не знают. Вот. А по поводу называть людей лохами, так нельзя. Мы все люди инвесторы, как бы, да. Но проблема в том, что Россия, а что ты ржешь, Россия страна игроков. Реально страна игроков. Конечно, мы хотим вложить копейку и заработать тысячу. Вложить тысячу, заработать миллион. Вложить миллион, заработать миллиард. Но, как мы понимаем, не все могут так позволить себе. Не все, как бы, выиграют от этой истории. Вот и все. Так что, такая вот история. Как ты говорила, Руслан, можно сказать, что мы тоже оказались лохами в этой ситуации. Потому что, наверное, мы больше всего репутационно-негативно пострадали. Кто такой Пантелеев? Пантелеевич, а не Пантелеев. Через пару месяцев топить на ура будет от кэша. Это люксовый проект. Надеюсь, что будет так. Проект прикольный. Он реально наделал много хайпа. Но он оказался недоработанным. Вот в чем проблема. Недоработанным. А что вы хотите услышать? Ну, нету сейчас каких-то инсайтов. Поэтому мы решили и к вам обратиться, как бы, и у вас спросить. Как вы считаете, что мы можем сделать? Как мы, допустим, выйдем на лидеров? И что мы им скажем, помимо того, что мы уже собирались сделать? Вот в чем дело. Так, ну-ка, ну-ка. Добрый день. Голденберг в первую очередь виноват. Нужно быть более открытыми с инвесторами. За все время ни одного брифинга открытого. Договоры нарушают, насколько мне известно. Смотрите. Не, ну он же выходил в какие-то прямые эфиры, в зумы там. Ну, правда, это лидеры как бы его устраивали. Но все равно он же выходил, на что-то отвечал. Там недавно болел, перенес операцию. Дай бог ему здоровья. Но фишка в том, что все, что он говорит, надо, во-первых, делить на два. А во-вторых, ждать неделю. Вот в чем еще дело. Делить на ноль, наверное, уж тогда. Ну, ноль это уж слишком. Но все равно делить надо. Но, слава богу, вот все-таки плюс я какой-то выделить могу. Люди начали потихоньку продавать. То есть, что-то они уже получили. Это хорошо. Это реально. То есть, здесь уже есть ордера какие-то. Но не все кто-то в моей команде, да. Я, например, нет. После этого прямого эфира я, безусловно, посмотрю. Может быть, мне вообще забанили аккаунт. А может быть, я это... Да, мы не подумали, Макс. Мы не подумали, да. И вы потом после этого говорите, что это мы, как бы, да, с камерой там или еще что-то. Не-не-не-не-не-не. Лидеры и сама компания вас слушать не будет. Это все пустота. А что делать? Скан Мэн 0.7. Агент 0.7. А что нам делать тогда? Скан Мэн. Скан, скан. Не скан, а скан. Голденберг ни в чем не виноват. Это что, как шоколад ни в чем не виноват. Так. Леха Кисер, привет. Так, так. Ладно, ладно. Коллеги, если есть вопросы, конечно, пишите. Макс, может быть, тогда смотри. Макс, Макс. Никто не получил, спидят, что. Сейчас, смотрите, многие поверили в один проект и многие потеряли. Вот в чем проблема. И нам нужно всегда понимать, что диверсификация – это путь к успеху. Хотя бы, если будут наши, как бы, да, вот эти вот блинчики или котлеты лежать не в одной корзине, а в нескольких, то тогда как раз мы хотя бы можем компенсировать вот тот же самый случай с VGS Холдинг. Поэтому у меня к тебе, Макс, вопрос. А в какие проекты ты еще инвестируешь? Какие проекты ты считаешь наиболее перспективные и менее рисковые, как, например, вот этот VGS Холдинг? Вот у меня, например, есть Призм, Ева Эксперт, заработок на опросах, UVC Exchange и криптовалюта YodaX. Во всяком случае, там меньше риск, может быть, меньше, как бы, да, там оклады, вот эти вот проценты, но все же хотя бы можно заработать, да, свою копейку. Вот. А вот такие вот высокорисковые хайпы, конечно, VGS – это слишком, ну, на мой взгляд, рискованно, и это реально для игроков. Хотите играйте, хотите не играйте. А у тебя какие криптопроекты, на что ты делаешь ставку? Поделись своим инвестиционным опытом без принуждения, просто поделись информационно. Ну, я думаю, что в этой ситуации нам может только помочь Сергей Пантелеевич как раз, поэтому мы выбираем криптовалюту Mavro и в нее инвестируем. Пирамида? Нет, реальная криптовалюта с постмайнингом, поэтому, ну, я вот… Подожди, а призм? Ну, призм – это тоже неплохо, да, призм тоже неплохо, но доходы призм очень серьезно просили за последнее время. Если раньше можно было купить гречку на призм, то теперь сухой огурец только купишь. Сухой огурец, я понял. Так у тебя, получается, какие сейчас криптоактивы? Mavro и призм? Ну, и VGS? Ну, по сути, да, да. То есть, ну, вот призм мне приносит, ну, уже очень небольшие деньги. На них вот как раз только гречку можно… Ну, если на гречке сидеть, в принципе, месяц питаться, то можно будет прожить. Вот, что потом… Ну, потом вот Mavro проект, то есть, вот эти вот два направления я рассматриваю. Ну, потому что здесь есть хотя бы реальная криптовалюта, то есть… А не циферки, которые нарисованы. Мы все смотрели твое видео, да. Ты считаешь, что это реальная крипта, да. Ну, слушай, я тоже хочу разобраться как бы в этой истории, обязательно это сделаю, мы потом созвонимся. Вот, а по поводу EvoExpert, вот заработок на опросах, может быть, слышал, и криптовалюта йода, ты будешь качать эти направления? Насчет EvoExpert я вообще не знаю, я даже, ну, как бы не знаю, что там вообще, вот. Насчет Йода, ну, тоже неплохая история, да. Ну, вот мне кажется, что вот именно… Почему я выбрал именно там Mavro направление, да, потому что оно стартовало еще раньше, чем призм. То есть, по сути, это не копия призм. Четыре года назад, да? Да, да, то есть, вот. А здесь как бы новые какие-то истории, там вот Oura тоже еще какие-то. Да, то есть, они как бы недавно стартанули на костях призм, и вот оттуда люди приходят. То есть, это как бы тоже вариант, да, но я думаю, что… Ну, плюс инвестировать в крипту, то есть, инвестировать там в биток в эфир, как бы, ну, это такое… В биток в эфир, да, я понял. Да, да, вот. Про Еву интересно потом мне пишите, про Еву, эксперт, я расскажу. Во всяком случае, не такие большие доходы обещаемые, и не такой большой риск. Проект работает, и слава богу. Разумеется, кому интересно, это уже после эфира, либо в Директ, либо в мой как раз Телеграм, Захаркин Руслан. Тот поклонник, который был, да, у Макса Мернеса, пожалуйста, ему тоже напишите, кто хотел именно в его команде. Вообще без проблем. Здесь у нас действует сетевая этика, да, этика, как бы, деловая. Если кто-то хочет с кем-то работать, никто здесь переманивать никого не будет, это не очень красиво, и мы друг друга с Максом уважаем. Макс, ну, в принципе, вот, сколько может потенциально тот же самый Мавро проект приносить? Какой сейчас курс? Почему он так очень сильно скачет? То 100 рублей, то 200, ты заметил? Причем в один день? Или мне кажется… Всем привет, Илья Дашкевич, привет, привет. Привет, да, ну, я думаю, что проект интересный, можно зарабатывать, там, ну, баксов 200 можно зарабатывать, то есть, ну, без особого напряга какого-то, без большого депозита. Относительно, относительно стабильно, да? Да, да, ну, это, в принципе, то же самое, как и в призм, там, то есть, такой проект, который более-менее, как бы, имеет под собой хотя бы что-то, да. Лучше 200, Макс, лучше 200 зарабатывать, но стабильно, чем просрать все. Хотелось материться, но не с тобой. Заработать, захотеть заработать что-то и не заработать ничего, как это вот получилось у нас, поэтому, ну, вот так вот. Ну, слушай, интересно, как диверсификация, может быть, я рассмотрю, сниму обзор, если у тебя есть какие-то обзоры, обязательно поделись, вот. И по поводу вот Йоды тоже хотел побазарить, поговорить. Сейчас тоже компания развивается, она развивается стабильно, хочу сказать. Вот у нас сейчас на эфире есть Илья Дашкевич, со-фаундер криптовалюты Йода Икс, тоже сейчас появляется на биржах, Lifecoin, 50x, на DexExchange будет, еще на ряде бирж будет. И лето, конечно, это очень крутая пора, когда новые продукты будут запускаться. До конца года своя сим-карта, своя дебетовая карта. Я к тому, что сейчас криптовалюта стоит 1 доллар, покупается, продается, как бы, да, есть свой маленький магазин, пока что маркетплейс делается, но самое главное ведь, чтобы на крипту можно было купить и продать реальные какие-то услуги, и это очень здорово. Да, любой проект приносит и уносит, вопрос только в балансе этих двух переменных. Безусловно, Илья Дашкевич абсолютно прав. Главное, чтобы не вынес просто, не вынес этот проект, чтобы полный. Не вынес, да, да, не вынес. Не вынес, согласен, согласен. Вот, а по поводу Мавра, Макс, еще вопросы. Вот тот человек написал, что это не внутрянка, короче, она есть на биржах, это правда? На каких биржах она есть? На Айдексе, на P2P, B2B, на Yobit есть. А на лавке Лайфкоин есть Лайфкоин? Не, на лавке нет, у меня, кстати, моя монета есть на Лайфкоин, на Коин Бит. А, да, 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 ну давай, давай, сделаем тебе не рекламу, а респект. Макс Мернас, создатель собственной криптовалюты под названием Crypto Boss Coin, CBC, Сибикоин, короче. Сколько сейчас цена? Сейчас цена вообще копейки, это 0,01 бакс, по-моему, так что можете заходить. Ну, объемы есть, объемы есть, берут, да? Да, объемы есть, 20 тысяч долларов в день примерно. Ну, тоже неплохо, блин, нифига себе свою крипту иметь. И, причем, в отличие от циферок, реальная крипта. Да, но у нас нету, видишь, никаких вот этих реферальных структур на монете и так далее, чтобы приходить... Да, у тебя вообще рекламы нет этой крипты, вроде есть, вроде еще нет. Так что ты давай ее немножко оживляй. И тут пишут два вопроса. Макс, а это правда, что твое состояние оценивают 6 лямов зелени? И правда ли, что ты сын Мавроди, как писали? Что, типа, на тебя напал некий боец Аскар, короче, тебя побил, телефон там разбил, ты сейчас готовишься к бою, у тебя какие-то криптопроблемы? То есть тебя нашли даже в Таиланде, да, получается? Это когда было? Старая история или какая? Новая история. Вот, Мавроди-младший вот про тебя говорят, поэтому ты Мавро качаешь, короче. Ну, я оставлю эту загадкой, пускай люди сами уже решат относительно этого вопроса. Ну ладно, загадка фиг с ней, но объясни мне, почему курс Мавро очень сильно скачет? Как ты считаешь, почему? Ну, как говорится, кто не скачет, тот москаль, поэтому, наверное, скачет. Ну, это сложно сказать, потому что рынок, как бы, там монета со стабильным курсом, как бы, есть внутри кабинета, вот, а похож на Мавроди. Не, ну это, конечно, уже смех. В итоге, получается, не Макс похож на Мавроди, а совершенно другие люди. Вот. Ну, знаете что? По поводу пирамиды, подождите, есть прям ультра, подождите, есть ультра-скам какой-то, прям ультра-скам, а есть пирамида. Но в чем отличие? Все плохо, сразу говорю, все плохо. И у каждого хайп-проекта всегда есть свой срок жизни. У кого два месяца, у кого, как мы понимаем, две недели, блин. Так вот, но разница в том, что пирамида – это относительно честное перераспределение ресурсов от верхов, второму, третьему, четвертому, пятому. А здесь вообще непонятно, куда приходит, что приходит, понимаете? Вот в чем фишка-то. Это называется баблосбор, по-моему, это больше такое название. Подождите, подождите, во-во-во, сейчас хорошая предъява. Так, Лиза Лауфер, вы сами все виноваты, не ответствуете за себя. Вам всегда кто-то виноват. Нехер держать было свои монеты от высотоходного и высорискового проекта, в который вы сами пошли. Вам еще кто-то виноват? Никто не виноват, вообще никто не виноват. Конечно, все нормально, вы не поняли. Мы пытаемся сейчас найти виноватого для того, чтобы понять, кто допустил просчет в проекте, почему он сейчас заглох. Вот в чем дело. Я в самом начале, как бы, сказал, вы можете потом перемотать, найти мою реплику, все виноваты в той или иной степени, как бы. Мы несем ответственность за свои средства, что мы инвестировали, как бы, собственноручно, никто нас не принуждал, в этом окей. Но вопрос в том, кто виноват в том, что проект, как бы, немножко пока что застопорился. Почему такая ситуация произошла? Сейчас мы обсуждаем только это. Руслан, может, видимо, ты это плохо, плохо математику просчитал, видимо, ты, Руслан. Не я просчитал, проект-то не мой, понимаешь? Мы с тобой в том-то и дело. Инвестора, которые как раз свои же деньги там инвестировали, кто-то все отбил, кто-то не все отбил. Но проблема в том, что реально я хочу, чтобы минимум, минимум, те люди, которые зашли вместе с нами в этот проект, они хотя бы продали бы вот эти VGX токены, посмотрели, что проект реально рабочий, что их откупают, а потом уже они сами сделают свое взвешенное, аргументированное решение, продолжать ли сотрудничать или нет. Вопрос стоит только в этом. Мы уже как бы, знаешь, я не буду говорить, что мы там герои какие-то, крутые ребята, мы просто смело вышли в эфир и общаемся с людьми, в отличие от многих тех, кто типа там, ну, такие как бы чеки заработал и все, и кормит нас завтраками. Либо руководство компании. А кто еще? Неужели один человек держит вот этот VGX холдинг? Неужели никто за Голденвергом как бы не стоит? Кто вообще вот этой историей рулит? Я за проект. Пусть он работает, но главное работает, чтобы ордера откупались. Но вопрос сейчас стоит в том плане, что, блин, новых инвесторов нет, поэтому некому откупать. Вот и все. Я даже не знаю, есть ли сейчас деньги в проекте или нет. Я так понимаю, какие-то последние бабки были. Возможно, эта история вообще показная, что непосредственно кому-то там якобы выплатили какие-то ордера. Да, и слава богу, небольшие. Но есть проблема в том, что там кто-то получил прям 5 тысяч, понимаете? Кто-то на 5 тысяч ордер сделал, и кому-то 5 тысяч в натуре пришло. Если вот эти вот скрины, они, конечно, не нарисованы, то значит, все-таки выплачивают, деньги есть. Но почему нет приоритета старикам, я понять не могу. Единственное, как бы, да, вот объяснение, это чтобы для новичков остались деньги. Все. Вот такая вот история. Макс, что думаешь? Говорят, за Голденбергом стоит Холденберг. Не знаешь Холденберга? Очень, очень смешно, очень смешно, ребят, очень смешно. Захарка, ты как Командос под джунглем в этом эфире мельтешишь. Сядь на пенек, уже глаза болят. Так можете слушать. Конечно, Командос, это как, знаете, дач, дач. И здесь кишник бегает, но он меня не трогает, потому что понимает, что я-то как бы тут мало в чем лоханулся. Тут, кстати, еще вот такая информация, говорят, курс Мавра скатит, потому что Пантелеевич не умер, а он сидит в лифтерной и оттуда рулит курсом. И еще написали, Султан 072791, Голденберга позовите на эфир, на кол будем ставить, на 12 тысяч был ордер. Давайте, окей, хорошо. Но он предлагает Zoom. То есть я предлагал ему, это правда, именно прямой эфир в Инстаграме, чтобы не было ограничений. Просто у меня Zoom как бы до 100 человек только, да, и ограничение в 40 минут. Мне просто не нужно как бы там проплачивать его, вот эту всю историю делать, чтобы там на 1000 человек, на 500. Мне он как бы, ну вот, только пообщаться маленьким коллективом и все. А так, если вот как-то его в Инстаграм, например, позвать с удовольствием, если он ответит, как бы, либо мне, либо Мернесу, какая разница, мы зайдем, зададим вопросы. Просто фишка будет в том, что столько вопросов будет. Баглан, привет. Будет столько вопросов, что, наверное, он на них не ответит, если постоянно писать, писать, писать. Вы помните, какие вот были Zoom-ы там на 500, на 1000 человек? Там столько было вопросов, что личку лидера закрывали, потому что невозможно было сказать. И мы сейчас, конечно, обсудили сложную тему. VGS. Как здесь заработать? Как вернуть то, что мы уже инвестировали? И обсудили ряд проектов, в которые мы инвестируем. У Макса это Prism и Mavro. У меня это Prism, Eva Expert, Yoda X и UVC Exchange. Есть такая платформа, вот, там бизнес на франшизах. Но там именно бизнес, надо будет это все изучать. Разумеется, все, что мы назвали, это все в порядке информации. Кто хочет посмотреть, тот посмотрит. Кто хочет пообщаться с Максом Мернесом, пообщается с Максом Мернесом. Кто хочет пообщаться со мной, с Захаркиным, пообщаетесь со мной. Просто я считаю, что к людям надо выходить в любом случае. В любом случае. Потому что, блин, раз мы держим какие-то чаты, а у тебя, Макс, он вообще, столько там народу, что, мама, не горюй. Нам по-любому надо выходить. Потом мы этот эфир выложим на YouTube. Потому что не все могут нас посмотреть в прямом эфире. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Кто-то сейчас с семьей. Знаешь, в чем проблема, на самом деле, с чатом? То, что практически все люди, которые в чате находятся, они не подо мной зарегистрированы. Я тоже подумал, иначе бы у тебя команда там в 12 тысяч человек была. Да, да. Потому что я, как бы, в этот проект не успел зайти в первые дни. И уже в первые дни там много людей зарегалось. Макс, Сибикоин на бирже Азбит залистил? Да, да, зашел на биржу Азбит уже вчера буквально. Султан, вы хотите приобрести Сибикоин? Я тоже хочу. Макс, давай нам выгодные условия. Хотя они и так выгодные. Но потенциал есть для роста. Макс, потенциал есть для роста. Ты бот будешь делать? Типа спейсбота будешь делать? Бот у нас уже есть, да. Бот уже есть. Мы сейчас залистились на Азбит. Я сейчас хочу как можно больше бирж сделать. То есть, там, бирж 10, 15, вот. А это дорого, Макс? Это дорого? На листинг я уже потратил где-то 8 биткоинов за все биржи вообще. Ни хрена себе. Но это серьезное. Но это все время. Но все равно сумма серьезная. Да, поэтому... А на Binance сколько листинг стоит? 60 на Binance? На Binance очень дорого. Там порядка 3 миллионов долларов стоит залезть. Туда, наверное, вообще не попасть. Так, знаешь, маленьким таким монеткам пока что. Без обид, Макс. Да, ну и... То есть, там есть как бы ограничения по монету. То есть, там, например, призмы из-за скандальной репутации не возьмут. Мернес меня вообще заблокировал в своем чате, потому что, наверное, я не в его команде. Мернес. Тогда мне всех надо заблокировать в чате. Там просто этот... Я уже запарился, что там спамные ссылки скидывают. Я уже устал чистить. Не-не-не, ссылки вот эти вот. И потом на видео, когда, допустим, да, мы вот выложим каждый в свой YouTube, вы, пожалуйста, свои ревки не кидайте как бы нам. Мы вот это все удаляем. Вопросы, конечно, можно, но ссылки на сторонние ресурсы у нас, в принципе, это... Как это называется? Есть фильтр. Да, кстати, смотри, сейчас покажу тебе кое-что. О, видишь, корка покрылась, офигеть, все видят? Вот, все, новые были монки, придется выкидывать. Вот это уже мой минус. Спасибо, блин, VGS. Пошел снимать этот прямой эфир. Сейчас придется... Сейчас придется... В прямом смысле слова. Какую-то глину попал. А, так это тебя, наверное, Голденберг заблокировал. Он там просто в чате админ тоже... Не-не-не, Баглан. Слушайте, дружище, не в смысле против Голденберга писал. Я имею в виду, это уже в дальнейшем мы вас предупреждаем, чтобы свои ревки, как бы, да, вот это вот все свои какие-то ссылки не кидали. Именно на Ютубе уже в комментариях, потому что стоят у нас блокировки, вы не сможете как бы туда зайти, ничего нам написать. Вот, вы поэтому просто имейте это в виду, как бы без обид. Вот, а так все как бы нормально. Я считаю, что... А если лайки ставьте еще на трансляцию, а то лайки-то не ставят. Лайки, конечно, да, если будет возможность, вы обязательно потом на Ютубе еще просто поддержите, напишите, да. У нас еще есть буквально, сейчас вам скажу сколько, если есть вопросы, буквально минутки две-три можете задавать вопросы, мы уже будем отвечать. VGS Holding, не VGS, вообще пофигу. Уже не смогу, я там заблокированный. Слушай, ну напиши Максу Мернесу, может он тебя разблочит. Да там ничего интересного в этом чате нету, я там уже ничего не скидываю. Это уже, так, Мернесу претензия. Заблочен Аполлоникс, да, Аполлоникс разблокировано, там все очень сильно просело, там из сотки там буквально 25 долларов осталось. Ребят, есть вопросы, задавайте, пока мы здесь, пока мы здесь. Может быть у вас будет какой-то вопрос очень интересный. Так, а у меня вон будильник, два часа дня, да, осталось буквально минутка-две. Я считаю, что эфир был продуктивный. Макс, в первую очередь, конечно же, хотелось бы поблагодарить наших зрителей, что они уделили время, нас посмотрели, этот час. Сейчас тебя поблагодарить, потому что, понимаешь, ты тоже человек занятой, но этот эфир был нужен для того, чтобы мы хоть что-то, как бы, да, обсудили здесь и приняли определенное решение. Решение следующее. Как бы, выходя на связь с Голденбергом, мы добиваемся увеличения лимитов. Это все. О, осталось буквально 15 секунд, Макс. Ну что, будем прощаться? Все. Ну ладно, тогда все. Всем пока. Спасибо вам большое. Всем огромное спасибо. Макс, тебе огромное спасибо. Всем людям. Надеюсь, что все будет нормально. Подпишитесь на наш инстаграм, и нам будет приятно. Захаркин и Руслан, Макс. Да, запись же будет еще, получается. И запись, но и в инстаграме тоже желательно, чтобы люди подписались. Спасибо вам большое.